Урбан, программа о городских проектах. Да, проект продолжается, слава Богу. Мы его будем продолжать. Напоминаем, что два раза в месяц по средам у нас программа Урбан, а следующие, остальные две среды посвящаются развороту на бизнес. И студия Анна Лапшина и Светлана Занькова. Добрый день всем. Всем здравствуйте. Сразу представим нашего гостя. Антон Касанов, автор проекта «Пешком повятки», историк, член общественной палаты Кировской области 3-го состава. Антон, добрый день. Добрый день. И мы взяли тему важную, на наш взгляд, собрали опыт разных регионов и стран и оттолкнулись от публикации Антона по итогам уходящего года. Это опубликовал он в паблике, очень популярном и очень информативном паблике «Пешком повятки». Следующую информацию. Какие памятники исторического культурного наследия в 2018 году были уничтожены? Да, именно за прошлый год, за 2018. Именно за 2018 год. Мы можем ли говорить, что они были уничтожены? Не все из них уничтожены. Дом Кушова на улице Орловской. Есть и объекты, которые есть, но на которые мы не можем посмотреть, они находятся в плохом состоянии, типа мозаики на одном из крыльев авиотехникума. И есть еще проблемные просто, например, объекты, про которые можно сказать, что если дело пойдет так, как сейчас, мы их потеряем. Типа здание Кунсткамера, особняка Сенилова или дома Левицкого. То есть это одна из таких печальных тоже страниц, что здание… Или приказная изба. Ну, приказная изба – это самый, наверное, сейчас резонансный случай, когда просто здание гниет, просто гниет, умирает, может не пережить зиму, как многие говорят. Поэтому это разные объекты, то есть у них у каждого разная судьба. Вот и надо напомнить, что программа «Урбан» у нас направлена на то, чтобы мы находили решения и понимали, как это можно сделать, поэтому как можно сохранить в данном случае исторические здания. Так мы обозначили нашу тему, можно ли строить город будущего, сохраняя ветхие исторические здания. Вот тут ветхие, сохраняя исторические здания. Нет, речь идёт именно о ветхих, потому что о тех, которые приведены в порядок, я так понимаю, о них голова уже не должна болеть. То есть они под присмотром. Возможно, это отдельный вопрос, потому что насколько приведены в порядок, что там на самом деле. По крайней мере, там есть крыша, которая не течёт, в отличие от приказной избы. Тоже, тоже вопрос. Кому нужны старинные объекты на Кировских улицах? Я бы так сказала, нужны ли нам старинные объекты на Кировских улицах? Нам, это горожанам. Нам, горожанам, безусловно. 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101, вы можете звонить и высказывать своё мнение по этому поводу. Вот я бы вот с чего начала, Антон. Когда приезжали к нам в прошлом году на урбанистический форум различные эксперты, и они успели побывать в центре города, в общем, большинство из них, да практически все, сказали, что в Кирове исторический центр есть. Он сохранился. Они эти здания обнаружили и увидели. Мы же, горожане, как мне кажется, живущие в Кирове, мы всё время говорим о том, что мы утрачиваем исторические центры, уже практически ничего не осталось. Давайте начнём с того, что вы оцените вот этот центр, который у нас есть. Там действительно есть что сохранять. У нас есть исторический центр, исторические здания, которые следует сохранять. Я хочу отметить, что когда человек приезжает в другой город, он всегда видит очень поверхностную картину. Допустим, если вы гуляете по улице Московской, вы можете обратить внимание, что у всех домов, которые там существуют и стоят по сей день, подкрашены фасады. То есть они приведены в более-менее нормальную форму, вид. Но при этом турист же не знает, что у нас по улице Московской каждый год проходят парады на 9 и на 1 мая. Эта улица принудительно приводится к нормальному порядку. А если пройти чуть в сторону на улицу Орловской, вы увидите просто некрополь. Там сгоревшие дома, полуразрушенные, уничтоженные, соседствуют с роскошными особняками новориши и чиновников. И, конечно, внешний взгляд, он всегда для нас важен, но мы знаем ситуацию изнутри. Мы знаем историю каждого объекта. Мы знаем долгие перипетии, которые творились вокруг этих разных объектов. Если смотреть в целом, то да, центральные улицы, они сохранили свою старину. Это сохранение, оно было очень тяжелым. Разные годы, кто только не бился, начиная от архитекторов типа Чарушина и Громаковского и заканчивая активистами 80-х годов, перестроечных лет, Владимиром Любимовым, Евгением Питуниным и другими уважаемыми людьми, которые грудью вставали на то, чтобы не уничтожить те или иные объекты. Где-то это получалось, где-то нет. Можно сказать, что именно благодаря этим людям, да, вот такая инициатива снизу, и сохранились эти дома в том виде, в котором есть. Во многом да, потому что, например, по инициативе Евгения Петряева, нашего замечательного краеведа, был создан тот же музей Грина и сохранился дом, в котором Грин, правда, не жил, но это особняк начала 20-го века. Были созданы другие музеи, литературные музеи, тот же самый музей Салатыкова-Щедрина. И это все уже наследие, которое для нас осталось от предыдущей эпохи, еще от советской, от рубежа 80-х, 90-х годов. Сегодня ситуация несколько иная. Сегодня мы видим, что из описанных мной случаев 2018 года, каждый конкретный случай, он очень разный. То есть там есть фактически один снос дома, который обладал историко-культурным наследием, но вот его уже сейчас нет. Остальные объекты, они, скажем так, уничтожаются более ловко, чем раньше. То есть можно же просто взять и снести дом. То есть мы это видели в последние годы многократно. Можно сделать так, что от этого дома ничего не останется. Вот, пожалуйста, особняк Кушова. Просто руки не прикладывать, отойти в сторонку и подождать несколько лет. Так есть несколько тактик. Вот, например, конскамера. Если еще год-два никто не возьмет на баланс себе этот дом, то от него просто ничего не останется, потому что огромные куски лепнины просто отваливаются. Или особняк Левицкого, который даже два года стоит, мы не знаем, что там происходит. Это одна тактика. Просто дом стоит и пустует, ветшает и так далее. Есть другая тактика. Вот облицовка дома современными строительными материалами. Там дом Кушова сбитая лепнина, все уничтожено, он перестроен. И человек, турист, если приедет, он ни за что не скажет, что этот дом был построен в 1913 году. Он похож на современное здание, просто обычное из строительных материалов, актуальных сегодня. Поэтому есть разные тактики, есть разные процессы. Но они носят деструктивный характер в основном. Вот в чем дело. И каждый этот объект, у него своя история, своя судьба. Поэтому, если говорить в целом, в историческом центре сохранились старые здания. Есть хорошая компактная застройка на Спасская улице, на Московской улице, на еще... На Казанской. На Казанской отчасти тоже, да, можно так сказать. Но то, что мы теряем старину из года в год и теряем все больше старины, это да, это факт, с которым сложно спорить. Тем более, что здесь, вот в этом списке, речь идет не только про дореволюционные объекты из здания. Их, на самом деле, здесь не так уж и много. Речь идет про объекты советского модернизма, например, да, про архитектуру сталинскую, ту же самую. Про объекты декоративного творчества, про те же мозаики. Это тоже все важно. Сегодня зачастую люди не воспринимают это как объекты истории. Многим кажется, что история это до 2017 года. Нет, мы уже вступили в 2019 год, и объекты советского модернизма, архитектура 50-х годов, 60-х, 70-х, она уже очень далека от нас. Мы ее тоже теряем. И про это я тоже считаю, что стоит вести разговор, вести дискуссию. Я в этой связи вспоминаю то, что творилось вокруг авиационного техникума. На самом деле, эта дискуссия, которая разгорелась, она ведь очень правильная в корне. Были разные точки зрения, разные мнения. Практически общество вынудило чиновников отчитываться о своей работе, что они хотят сделать, как они должны это делать и так далее. Если бы по каждому знанию, по каждому объекту, который подвергается ремонту, перестройке, реновации, шли бы такие дискуссии с привлечением экспертов, специалистов, с выходом на площадки, на радио, на телевидение. Я думаю, что ситуация в городе была бы иной. Но обычно решения принимаются как-то кулуарно, как всегда, где-то откуда-то возникают. И на финальном этапе сложно повлиять уже на все это. У меня еще такой вопрос. Я правильно понимаю, что большой проблемой является то, что непонятно совершенно, скажем так, принадлежность многих объектов. То есть есть где-то частный собственник, где-то собственник организации, как Дом Левицкого, Федерация профсоюзов. И какими механизмами на кого из них повлиять, тоже непонятно. Если это частный собственник, часто бывает так, что даже выяснить невозможно достаточно скоро вообще, кому принадлежит тот или иной объект. На самом деле это очень интересный вопрос. И я тут вспоминаю, что у нас же несколько лет назад был принят проект и утвержденный исторического поселения. Мы сегодня мало об этом вспоминаем. Но, по сути дела, когда он принимался, была развязана очень такая интересная первокомпания со стороны городской администрации, что вот мы сейчас наводим порядок, мы создаем все реестры, мы все подбиваем списки и так далее. То есть сейчас у нас будет все хорошо. В конечном итоге сегодня, я думаю, что ни один человек не может сказать, а как повлияло вот это историческое поселение на общую ситуацию с сохранением объектов культурного наследия. Внешний взгляд позволяет сделать вывод, что по сути дела никак. Потому что многие объекты, которые реально представляют важную ценность, тот же комплекс зданий винного склада, они вообще туда не вошли. Как они туда не вошли? Давайте напомним. Это Крин. Это бывшее здание Крин. Проходная и корпуса, которые там. Те же здания на Динамском прессе 26-28, у которых развивалась очень активная дискуссия, и которых тоже просили внести список, они туда не попали. И это очень интересный момент. То есть порядок, по сути дела, так и не был наведен. И у всех зданий разная собственность. Вот, например, то, что дом Левицкого принадлежит профсоюзам, честно говоря, я не знал об этом раньше. И у меня создалось впечатление, что многие очень многие не знают. На Карла Маркса. Да, это где раньше была кофейня. Сегодня я считаю, что они уже хотят по частям сдавать этот дом. Не нужно, мне кажется, быть вангой, чтобы предсказать, что когда дом сдается по частям, там будет очень много рекламы, скорее всего, мне кажется. Поэтому это тоже не очень позитивный момент. Потому что когда там была кофейня, как-то дом выглядел более аутентично. И это большая, конечно, проблема. То, что все здания имеют разных собственников. И сложно здесь очень выяснять, что, где и как. Но, с другой стороны, у нас есть в городе ведь хозяин. Это городская администрация, которая обязана просто этой функции со всеми взаимодействовать, переходить к какому-то консенсусу. Иногда кажется, что они не особо горят желанием это делать. С другой стороны, вот, например, авиационный техникум, это вообще не юрисдикция городской администрации. Это собственность была областная. Поэтому мне было странно слышать такие резкие слова со стороны главы администрации, которые сказали, что советская архитектура не представляет никакой ценности. И эти мозаики, да быстрее все заделать и все забыть про это. То есть мне кажется, что это неправильный подход. Нужно более грамотно к этому подходить. И, естественно, нужна какая-то экспертная база, экспертное сообщество и так далее. А ведь у нас так получается, что кадры в городской администрации новые сейчас. А архитектурой, градостроительством, сохранением культурного наследия всеми этими вопросами занимаются люди, которые этим уже давно на самом деле занимаются. И, к сожалению, не успешны. Вот это хороший тоже аспект для того, чтобы обсудить в рамках нашей программы Урбан. А кто должен этим заниматься? Должны ли этим заниматься только специалисты, архитекторы, реставраторы, чиновники? Или все-таки без общественной инициативы сохранение снизу не обойтись? Прервемся на полминуты. Напоминаем, что у нас прямой эфир 211-101. И приглашаем вас к участию в нашей дискуссии. Продолжается программа «Урбан». Напоминаю, что у нас в гостях Антон Касанов, автор проекта «Пешком повятки», историк. И мы задаемся вопросом, можно ли строить город будущего, сохраняя ветхие исторические здания? И нужны ли нам старинные объекты на кировских улицах? 211-101, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните и высказывайте свое мнение. Ну и можно присоединиться к нашей программе посредством участия в опросе в нашей группе ВКонтакте «Эхо Кирова». Мы задаем вам вопрос. Ветхие исторические здания в центре Кирова, что с ними делать? И несколько вариантов ответа. Нужно реставрировать и сохранять за бюджетные деньги. Это самый популярный вариант ответа сейчас. Почти 35% за него проголосовало. Нужно реконструировать, привлекая частные средства или волонтеров. Это 25%. Самые ценные объекты надо отремонтировать, остальное снести. 33%. То есть, ну вот уже второй по популярности ответ. Нечего тратить деньги на развалюхи, лучше на что-то другое. Скверы, общественное пространство, ну и прочие вещи такие благоустроительные, на благо горожан рассчитанные. Кстати, не самый популярный вариант, всего 4% проголосовало. Вот такие варианты, пожалуйста, и по телефону, и ВКонтакте можно участвовать. Мне кажется, никто не верит в то, что на месте зданий появятся скверы и парки, потому что практика показывает, что такого практически никогда не бывает. Я даже не столько про места зданий конкретно, да, а сколько про то, что, ну, стоит выбор, условно, есть ограниченная сумма денег, можно направить их на ремонт исторического какого-то ветшающего особнячка, или эти же деньги направить на создание общественного пространства в другом месте. Да, вот смотрите, какая история. Кто и как должен сохранять или может сохранять эти здания, это очень важный вопрос, потому что основной же какой у нас аргумент у властей? Денег нет. Денег нет, это первый аргумент. Да там уже все сгнило, что там восстанавливать? Второй аргумент. И третий, еще спорный вопрос, который возникает, и нам тоже нужно сегодня его обсудить, здания, восстановленные по чертежам из новых материалов. Несут ли они, да, вот когда совсем сгнило... Это не восстановление называется, это как-то по-другому называется. Может быть, реновация. Реновация, реконструкция. Ну, вот когда уже собирать нечего, но по старинным чертежам собрали новое здание. Новодел. Как в Казани это произошло, да, там целый квартал такой собрали. Это уже историческое наследие или все-таки уже нет? Нет, потому что их сравнивают с потемкинскими деревнями и прочими. Вот я хочу привести пример истории в Томске, которая довольно давно складывается, с 2005 года. Я сейчас цитирую по новой газете Санкт-Петербурга. Там, значит, вот эта низовая инициатива, она была принята под патронат губернатора и вылилась в официальную программу сохранения возрождения деревянного зодчества. Туда включились 700 объектов. Из них за первые пять лет, с 2005 по 2010, сумели привести в порядок 62 объекта. И в последующий период удавалось ежегодно реставрировать до 20 зданий ежегодно. Консервировать еще с четыре десятка, осуществлять обследование, вести мониторинг. Действует система льгот. Тот, кто возрождает дом-памятник за свой счет, получает скидку до 90% на аренду здания в период ремонта. А по его завершении аренда обходится в 1 рубль за год. И вот здесь еще очень важный момент. Тут так получилось, такая спайка получилась сообщества научного и вот как раз власти. Чрезвычайно важна эта работа, отмечает новая газета, что проводится на базе Томского госуниверситета. В его бизнес-инкубаторе был разработан уникальный огнебиозащитный состав, экологическая чистая пропитка, который защищает, понятно, деревяшки от сгорания. То есть они еще таким образом здесь поучаствовали. Тоже, конечно, подчеркивается, что в программе идет не все гладко. Извечная нехватка денег, вынуждающая зачастую подменять реставрацию, ремонтам. Случаются и сносы, но охотников до них поубавилось значительно, когда ввели требование воссоздать утраченное только в историческом материале. То есть в дереве. А не в новом. В историческом материале, да. Вот есть такой пример. Не обязательно в дереве, на самом деле. Кстати, я хотел сказать про то, что нет денег. Это самая знаменитая русская мантра, на которую нас всегда любит кормить различные правительственные структуры. Нет денег. Или денег нет, но вы держитесь. Вот сегодня будет у вас Дмитрий Русских в эфире. Я очень люблю слушать его эфир. Мне нравится его рефрен. Он всегда говорит, что у нас были же жирные годы, так называемые, когда денег было и в городе много. Они и сейчас есть. Вопрос не в том, сколько денег, а в том, как они расходуются. Вот, например, взять ту же прихозную избу. Документы, которые всплыли в интернете, в том числе в группе «Строй Мкиров», они говорят о том, что несколько лет назад на ремонт той же крыши и вообще какой-то элементарный ремонт там тревелось 3-4 миллиона рублей. Всего. Всего. То есть сегодня, конечно, эта сумма возросла, потому что здание деградировало по своей инфраструктуре. Эти деньги не были найдены. Но в то же время, вот видим, что, например, на команду КВН «Вятка» была потрачена примерно столько же, а может быть даже больше. Потому что, по оценкам экспертов, одна игра в высшей лиге КВНа стоит полтора, где-то 2 миллиона. Может быть, там даже больше денег. Антон, команда «Вятки» там другая история. А причем какая другая история? Там небюджетные деньги. То есть надо было искать инвестора. Надо было искать инвестора, да. Какая разница, какие деньги, бюджетные или бюджетные? Здесь речь идет о том, чтобы реализовать тот или иной проект. Вот есть проект, там, КВН, есть проект сохранения одного из старейших зданий города, визитной карточки города, которое уже было сохранено к юбилею города в 1974 году. Которое на всех открытках. Было на всех открытках, его все знают. То есть на самом деле это вопрос приоритетов. Либо мы тратим на развлечения, на пиар, на шутки, которых там, впрочем, нет в КВН, либо мы тратим на сохранение культурного наследия, на то, что останется нашим детям, внукам, правнукам. На то, что будет всегда визитная карточка города. Вот и все. Я здесь, пожалуй, поддержу Аню, потому что, если мы будем говорить о том, что Сельмаш оплачивал игру КВН, об этом открыто было сказано, это выбор, собственно говоря, этого частного предприятия. Подожди, частного предприятия. И тогда это значит, что никто из нас и из тех людей, кто готов был бы поддержать, например, дат, и там желал, чтобы восстановлена была та же приказная СБ и так далее, не смогли найти элементарного спонсора, который бы в этом был заинтересован. Хотя, и вы знаете, коллеги, что ходили слухи, что один из олигархов кировских готов... Что значит один из? Ну давайте уже фамилию назовем. Да, тот самый, который там улицу Спаскую каким-то образом сейчас преображает в маленьком ампендиксе пешеходном. Тот самый, его зовут Валерий Крепостнов. Валерий Крепостнов, да. И ходили слухи, мы ни разу не слышали от Валерия Васильевича напрямую, что он будет восстанавливать эту крепостную избу. А теперь ходят обратные слухи, что как раз благодаря ему это слухи. Валерий Васильевич, если вы нас слышите, мы очень рады будем видеть вас в этой студии, чтобы вы пояснили, какие у вас планы. Потому что и по поводу кунсткамеры, то же самое имя фигурировало всегда вот в этих обсуждениях, что вот сейчас Крепостнов возьмет, восстановит и это, восстановит и это, восстановит то, сё, пятое, десятое. Но ничего как бы этого не происходит, и у всех такая растерянность, как же так, ну почему так происходит, совершенно непонятно. Что касается Крепостной избы, приказной, простите, избы, там вот для меня, например, самая грустная история, если вдруг, внезапно, вот представьте, это же тоже опасность, кто-то сейчас возьмет это здание и возьмет там, типа, отремонтировать, и бац, крыша профнастилом будет застелена. Такая опасность может быть, и нам скажут, ну вы знаете, сколько было денег, столько вот мы лишь бы сохранить здание. А вся прелесть, то вот внешнее этого здания, это именно вот такая наборная... Для этого есть надзорная контролирующая структура, их очень много, которые должны всё это контролировать. Просто я с вами очень согласен, да, на самом деле, мы не имеем, может быть, даже морального права диктовать бизнесу, крупного бизнесу, там, около государственного бизнесу, куда тратить деньги свои, да, потому что они их заработали и так далее. У них есть свои системы приоритетов и так далее. Мы говорим только о том, какой есть опыт. Вот, например, есть другие бизнесмены, которые тратят эти деньги на восстановление старых зданий, потом тоже с этого получают прибыль какую-то, да, и имиджу, в том числе, прибыль. Я благодаря этому знаю имена этих бизнесменов даже, потому что они отреставрировали эти старые здания, и я проникся к ним уважением, многие другие люди... У нас есть ведь хороший опыт в Кире. Мы можем привести пример таких зданий? Вот на улице Герцена же, да, я очень напряженно смотрела за тем, что происходило со зданием на перекрестке Казанская и Герцена. Очень мне было грустно. Это тот дом, где останавливалась Наталья Наталья? Нет, 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 Казанская и Герцена. Да, вы про этот дом говорите, Герцена-1. Герцена-1, это тот дом, где останавливалась Наталья Ланская. Я переживала, когда там все внутри, значит, из насилия. Но, с другой стороны, то, что вот сейчас он из себя представляет этот дом, это очень приятное зрелище. Это достойный пример или нет? Я думаю, что это достойный пример, потому что дом находился в состоянии просто ужасном, и он был восстановлен достаточно грамотно. Там работали, насколько я знаю, очень серьезные специалисты. И это пример как раз такой кардинальной реновации. То есть осталась одна стеночка старая, но все остальное восстановлено. То есть внешний облик дома, там нет большого массива рекламы и так далее. Он выглядит так же, как он выглядел в 19 веке. Есть дом Краткова, который находится на углу Казанской, Орловской. Есть еще несколько примеров, когда это же все частные инвесторы восстановляют дома. Дом Московская-32, дом Иуды Калошина, тоже восстановлен был. Имена известные, я не буду сейчас их называть, но это тоже говорит о мировоззрении людей. Даже сейчас мы можем видеть, что... А это вот все-таки, я не знаю, вы знаете, эта инициатива была какая-то частная, или все-таки вот кто явился побудителем? Или что явилось побудителем того, чтобы эти люди именно так восстановили эти здания? Ну вот я общался с Денисом Резуником, который восстанавливал здание Краткова на углу Казанской, Орловской. И он вот рассказал, что да, я вот достаточно такой состоятельный человек, езжу часто в Европу, вижу, как это в Европе. Как там очень внимательно относятся к культурному наследию, какие великолепные города, как хочется сюда приезжать, оставлять там деньги, там жить и так далее. Я хотел, чтобы то же самое было и в Кирове, вот этот дом, поэтому очень... Это самосознание вот того человека, который родился. Это высокий интеллектуальный уровень развития, это большая социальная ответственность за тот город, где ты живешь. Это, в первую очередь, вот такие интеллектуальные вещи. То есть это такие понятия, которые мы вот здесь располагаем, они касаются именно ответственности. Ответственности, уважения к наследию, уважения к городу, к горожанам. Это очень здорово. Мне такой подход нравится. А вливать деньги вот в КВН, например, я, честно говоря, не совсем вот это понимаю. Но что мы можем сделать? Это дело каждого. Есть такие бизнесмены, есть другие бизнесмены. Но во многих других городах России, в том числе, происходят вещи, вот подобные. Вот история из дома Краткова, когда дом восстанавливают из руин, он тоже был очень плохой. Да, мы сегодня будем брать опыт разных городов. Сейчас прервемся на короткую рекламу и начнем, наверное, да, тихонечко подключать наши записи. Можно ли строить город будущего, сохраняя ветхие исторические здания? Нужны ли нам, горожанам, вот такие исторические объекты на Кировских улицах? Это 211-101, номер телефона прямого эфира. И мы хотели бы все-таки, чтобы вы, слушатели наши, поучаствовали в нашей дискуссии. Вам, вам нужны эти дома? Если нет, то почему? Если да, то почему? Надо ли тратить на них бюджетные деньги? Бюджетные деньги, которые всем нам полезны зачем-то? Или, может, потратить их на что-то другое? Может быть, по этому поводу наши слушатели хотят высказаться? Конечно, выскажутся. Конечно, сразу тебе скажут, что трубы прорвёт, значит, там, дороги надо залатать и прочее. А чиновникам нельзя зарплаты, да? Я бы отсекла эту историю. Хорошо. Я бы всё-таки просто, вот, на самом деле, сосредоточилась только на одном. Нужны ли нам эти исторические здания на улицах города? Создают ли они атмосферу определённую? Или нужно отказаться от этого, потому что... И забыть вообще про то, что Киров – это город привлекательный, в том числе и для туристов. А это сразу-то на водку такую даёшь. Не надо. Хорошо. Пускай каждый сделает свой выбор. Мы вчера попросили очень известного урбаниста Павла Гнилорыбова, который побывал у нас в Кирове неоднократно. С Антоном вы устраивали замечательные лекции. Паша является экспертом Центра компетенции по развитию городской среды. Городской среды. Городской среды. Городской среды России, основателем и редактором проекта «Архитектурные излишества», сотрудником фонда «Внимание», благодаря которому, в том числе, у нас тут флигель был отреставрирован. В рамках фестиваля «Томсуэрфест». Да, на улице Дрелевского. И у него ещё очень много разных регалий. Он сейчас вот едет в город Выборг, прямо в данный момент спасать его, как он мне вчера сказал. А накануне, то есть вчера, он записал нам несколько комментариев на поставленные наши вопросы. Давайте начнём их слушать и обсуждать. Я не хочу обижать господ транспортников, не хочу обижать того, кто себя именует урбанистом, именно в других смыслах. Но без объектов историко-культурного наследия вся ваша работа на 90% будет состоять из того, как проложить дорогу из точки А в точку Б. Человека формирует архитектура, причём человека формирует архитектура с самых ранних лет. И поэтому город, который сохранит историческую среду, конечно, в дальнейшем получит больше плюшек. Что касается статусов. Дело в том, что многие из реестров объектов историко-культурного наследия принимались очень спешно в начале 90-х, либо в не очень подходящем 94-98 году, когда была всеобщая эйфория, когда люди старались запихнуть туда как можно больше купеческих домов, либо непонятно чего. Вообще реестр – это штука подвижная. И если очередной снос начинается, то дом могут из реестра выкинуть для того, чтобы разрешить точечную застройку. Либо наоборот. Мы понимаем, что вот эти дома уже в нашем сознании стали ценными. Поэтому мы их в реестр включим. Здесь есть определенные проблемы, потому что дальше сталинского зодчества эта машина не работает. Потому что мы стараемся какие-то ценные объекты модернизма, хрущевской, брежневской эпохи снести. Нам говорят, ага, чего? Вот вы захотите охранных обязательств? А государство ведь обязано. Другие тоже захотят. И что это у нас? Все хрущевки придется внести? У нас эта модель не работает после 54-55 года, после отказа от архитектурных излишеств. Я здесь, в общем-то, понимая, что только средовая застройка спасет Россию. То есть не уникальность дома, а его обычность для 19 века. И схожу из того, что нужно полностью все наши города в их центре консервировать и объявлять историческими поселениями, либо достопримечательными местами, либо отдельной составляющей этого конструктора, особо ценными градоформирующими объектами. Все эти в законе термины прописаны. У нас одно из лучших охранных законодательств в мире, нужно его просто исполнять. И, конечно, нужно регулярно пересматривать реестр, причем пересматривать не кулуарно, а широко на общественном независимом совете, либо в общественной палате, либо в совете при Министерстве культуры, при органе охраны памятников того или иного региона. Дело в том, что у нас в центре густо, а по крайней мере пусто. И я не знаю, что там охраняется в Лальске, Малмыже или Вятских полянах, но явно, что мы там откроем, и там будет памятник Ленину, захоронение солдат, братская могила, там вечный огонь и какой-нибудь там один дом или два. Все. Или там останавливался известный революционер. Нет. Нужно полностью прошерстить и по-новому все это подать в реестр, должным образом оформить. Вот мы столкнулись с ситуацией, когда в Калуге 25 лет ни одного дома в реестр не вносилось. Но это ужасно, потому что за четверть века выросло новое поколение, у которого другое отношение к наследию. Вот такая история. Да, несколько ключевых, наверное, моментов нужно обсудить из этой реплики. Я специально спрашивала у Павла, что делать с реестром, надо ли его обновлять, пересматривать и прочее. Актуализировать. Да. Вот о ваше мнение, Антон. Безусловно, я считаю, что с реестром нужно работать более плотно. Дело в том, что вообще реестр, как документ, он действительно слишком подвижный, и он по-прежнему остается каким-то таким во многом формальным. То есть мы все отлично отдаем себе отчет о том, что если кто-то, какой-то застройщик интересант, он захочет получить ту или иную землю, тот или иной объект, если он очень сильно этого захочет, он это получит. И мы это видели уже много раз на примере города Кирова, города Вятки и так далее. Самая свежая история произошла этим летом, и она, наверное, самая выпиющая, потому что она цинична по своей плоскости. Внезапно выяснилось, опять же, никто этого раньше не знал, вот так уж вышло, что здание того самого винного спирто-очистительного склада, великолепный объект промышленной архитектуры начала XX века, авторства Ивана Аполлоновича Щерушина, он вообще не внесен в реестр, то есть у него охранных обязательств никаких нет. В то же время, в этот же момент, происходили следующие процессы, когда завод уже перестал существовать как таковой. Он был перенесен. Проквин сейчас, говорят, Карла Маркса напротив дворца бракосочистания. И его территория была разбита на несколько участков, и там еще разные застройщики. Вот на самом деле тоже показательный момент, когда-то завод «Гордость города Кирова» действительно один из самых важных для нашей промышленности заводов. Сегодня вот ситуация такая, что его просто снесли, и там началось жилищное строительство. Но мало того, что оно началось, там разные интересанты, разные собственники. И общественность, зная о том, что, да, действительно такая проблема есть, что сегодня, в принципе, по большому счету, ничего особо, кроме моральных каких-то обязательств, не мешает снести все эти красивые промышленные здания. Так вот, есть такая девушка, Мария Маркова, я с ней знакома, вот по пешком повятке. Она написала заявление в Министерство культуры о том, чтобы признать комплекс зданий завода действительно исторически ценным, чтобы внести эти объекты в реестр. Это было летом? Это было летом, где-то в июне месяце. Эта история очень широко освещалась в СМИ. Об этом все, в принципе, знали, кто более-менее интересуется жизнью в городе Кирове. Все рассказали о том, что сейчас готовится вот пакет документов, и что в течение такого-то времени он будет рассмотрен. И дай бог, если эти здания признают исторически ценными. Но спустя несколько недель, в общем-то, собственник снес, до момента, когда он был признан, то есть была снесена проходная завода Крим. То есть очень интересная история. Вот кто виноват-то в этой ситуации? Любой человек может задать себе вопрос. Точно не виноваты вот эти люди, Мария и ребята, которые поддерживали историю Киров, там активисты, которые, увидев эту проблему, решили ее решить. Может быть, здесь можно предвидеть претензии... Которые не молчали. Надо было молчать. Журналисты тоже все абсолютно правильно сделали, потому что нужно достучаться, в первую очередь, до государства, до государственных органов. Но наша машина, видимо, она слишком государственно неповоротлива. И не пошли, вот как я вижу проблему, не пошли вперед, не пошли навстречу общественности, не сделали тех шагов, которые нужно было сделать, чтобы это все сохранить. Хотя бы на данном этапе, пока еще не прошли все эти сложные юридические процедуры. Не провели переговоры с этим застройщиком. И в конечном итоге просто одно здание мы уже потеряли, его снесли. И вот эта ситуация, она очень характерная. То есть, вот, пожалуйста, реестр есть, а с одной стороны его вроде как и нет. И в конечном итоге вот эта ситуация, она крайне печальна, потому что можно было это здание сохранить. И мы же все время говорим о том, что не хватает инициативы, может быть, снизу, не хватает активистов в городе Киров, многие из них уезжают. Ну вот они есть, вот инициатива, где же наши чиновники, где те люди, которые готовы были все это поддержать, довести до конца. И вот эта ситуация, она очень характерна. Вот очень, на мой взгляд, характерна. А я правильно понимаю, что непонятно вообще сейчас, скажем так, что будет на этом месте? Потому что вот как раз в тот момент, когда сносилась эта проходная, я помню, была программа, кажется, Урбан, здесь в студии сидел глава администрации Илья Шульгин, и ему прямо в прямом эфире рассказали об этой истории. Он сказал, что мы разберемся, если здание действительно представляло для себя какую-то историческую ценность для города, то мы обяжем застройщика либо восстановить, либо там что-то сделать. И с тех пор, собственно говоря, тишина. Ну, раз в реестре его не было и не было обязательства заставить... Застройщик, скажите, я ничего не должен вам делать, и все. То есть, тем более, что... Стояла стараюшка тут какая-то, красной краской покрашенной. Ну, видите, тоже это все определяет... Вот мы уже про это сегодня говорили, что все определяет мировоззрение, отношение человека к городу, его интеллектуальное развитие. Если этот человек, как пишут, приехал откуда-то из Севастополя, какая-то очень мутная организация, ему что? Ему главное тут получить коммерческую прибыль. Это те, кто на крене вот это сносил? Это тот, кто снес, да. По крайней мере, так пишут. Я не знаком с этим человеком. Ситуация очень сложная там, юридически и так далее. Действительно сложная. Если территорию завода разбили на несколько участков, там разные застройщики. Это мы говорим про комплексную застройку, что ли? Это вот нормально вообще? Да, Антон, вот сейчас у нас остается полторы минуты до завершения первого часа. Давайте, раз уж мы в этот угол свой взор обратили, да, перекресток Карла Маркса и профсоюзной, напротив Крина стоит дом, в который сейчас тоже большой офисный центр. Он такой сейчас облицован такой зеленой гранитной плиткой. Там надстроена мансарда стеклянная. Я специально просто обратила внимание, когда ехала, потому что с этой стороны этот Крин, который пестрит всем там, да, и потихоньку там застраивается или разрушается, а напротив вроде бы как отреставрированное здание. Вы его представляете себе? Конечно, да. Что это такое и достойно ли это, вот, образец сохранения такого здания? Вот это то, о чем говорил уже Павел в своей речи, о том, что есть разная архитектура. Вот вам образец сталинской архитектуры. В середине 50-х годов главный архитектор нашего города Никита Козлов построил на улице Карла Маркса два дома-близнеца. Красивое здание в стиле сталинского классицизма с колоннами, вот, с интересными, яркими внешними деталями, они одинаковые. Один стоит на углу Герцена и Карла Маркса, это корпус сейчас ныне опорного вуза, а второй вот это вот здание, которое стоит на углу Карла Маркса и правосоюзный. Как вы понимаете, когда два здания, они находятся в совокупности, это ансамбль архитектурный определенный, и, конечно, к сожалению, опять же, ничто не защищало этот дом от того, чтобы его перестроили. По этому поводу многие мнения я читал, но лично мое мнение, что и со сталинской архитектурой нельзя так поступать, и с зданиями советского модернизма, с тем же авиационным техником. Здесь нужно более внимательное отношение к деталям этого здания, более трепетное к ним отношение, потому что это тоже архитектура. Время-то бежит очень быстро, уже таких зданий-то в нашем городе становится все меньше и меньше. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я считаю, что реконструкция этого здания, она абсолютно варварская, она не отвечает никаким целесообразным вообще тенденцам сохранения современной архитектуры, и это тоже яркий показательный момент, что у нас, по сути дела, многие и чиновники, и застройщики, они вообще не ценят ни дореволюционную архитектуру, ни архитектуру там раннего советского периода, ни сталинскую архитектуру, ни домодернистскую. То есть, в данном случае, как и через дорогу с Крином, главным являются деньги. То есть, нужно больше помещений, нужно больше денег, а что там город, что там его жители, какая эстетическая среда у них формируется, какое у них мировоззрение, как они будут здесь жить, в каких каменных джунглях или в той среде, которая формировалась годами, и та среда, которая позитивно влияет на человека, потому что это эстетика, это уже мало волнует. Ну и, конечно, городская администрация, как бы, они, видимо, этого не знают, не понимают, им нужно, чтобы кто-то им объяснил, но тоже, тут был Рубан Форум, объясняли же, но я не знаю, дошло ли. Прервемся, прервемся, сейчас у нас будут новости, тематические программы и реклама, продолжим в начале следующего часа. Напоминаю, у нас в гостях Антон Касанов, автор проекта «Пешком повятки» и историк. И это прямой эфир, призываем всех звонить. И мы будем подключать, помимо Антона, еще нескольких человек из других городов. Урбан. Программа о городских проектах.